всем привет здоровенький булы как сейчас в тренде короче гуляем сумкой мысли о поперла мне спасибо за лайки и за сердечки ты смотри но даже не ожидал 7 человека чем я вызван такой популярностью он моя колбаса да 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 всем привет здоровенький было еще раз повторяю лавы снула вас чем мы за мир да самое главное конечно это мир на земле как не крути спасибо за лайки ребят спасибо вернулся и пораньше обычно мы с ней ночные прогулки устраиваем но все ничего погода хорошего смотрите солнышко светит ну где-то светит но не у нас у нас видно только пробелы вот чуть-чуть голубое небо я думаю вино в виде голубой ну голубая смысле цвета они смысле как это состояние души и тела да это опять там в последних трендах вообще до чего мир докатился хотя ребята если так разобраться все идет по развитию по спирали и тема именно там голубых и там скажем нетрадиционная ориентация она возникала периодически это чисто физиологическое отклонение от нормы и у женщин по статистике это 12 процента мужиков там чуть побольше там порядка пяти шести процентов насколько я помню из секс-патологии да есть такая книжка веселых кстати кто помоложе советую почитать много интересного узнать вообще и о поведении женщины мужчины и чем отличаются характеры мужские и женские и как где какие там всякие точки воздействия там и прочее 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 но это ладно это мы отреклись так вот например такой приведу пример так каламбурил масло масляное да извиняюсь это слова паразита где-то две тысячи лет назад еще до христианской эпохи в древнем риме возникла такая проблема резко упала рождаемость то есть скажем так плебеи да но если кто знает вообще учил историю в школе знает что такое рабовладельческий строй то представляю да то были граждане это те которые непосредственно имели право голоса которые платили налоги и соответственно пользовались всеми благами но имели обязанности и были абсолютно бесправны и это рабы чем почему он так и называется рабологически потому что практически многие граждане имели одного или двух рабов ну богатые естественно имели там несколько сотен или тысяч рабов вот и которые делали за них всю тяжелую работу но что я хочу сказать то что в древнем риме вот как раз на переломе эпох возникла такая проблема резко стала падать рождаемость среди патрицы потому что общество было классу в древнем риме ну рабочих не было вообще в принципе все работы делали рабы были патрицы и плебеи плебеи били соответственно низшего класса жили там в трущобах в небольших каких-то домах вот а патрицы были как у феодалов дворяне в дворцах в больших виллах вот так вот у патрицев именно упала рождаемость потому что были очень распространены именно гоносексуальные отношения и собственно говоря это была колоссальная проблема для древнего рима здрасте нет но уж хорошая эта девочка да 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 знает но он уже в возрасте да скотом а так она ровесница это же 10 небольшим чем боится и что может когда-то я не гав 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 все и он это и он детства их боится русская гонщика тоже малыш назвали вот такой вымахал а мы не знали что он такой вымахал так аналогично жена подобрала щенка там ну бегом по улице здесь и короче говоря малыш-малыш он такой хороший добродушный такой летом катастрофа наверно жарко да катастрофа но все равно на солнце лежит поклонники ничего малыш когда такой не слабый так ну ладно продолжаем разговор где там у нас осталось 8 человек походу для восьмы вещаем так вот что я хочу сказать значит что делать то есть я объясню это еще пошло от древних греков там значит многие философы кстати тут же платона и аристотель и и сократ они считали что любовь может быть только между мужчинами а женщина нужны только для того чтобы продлевать рот и реально ну не секрет что александр македонский был как бы сейчас сказали гетеросексуал вот у него были любовники и потом среди легионеров и да чё там сходить далеко в тот же самый день валентина мы отмечали я кстати сделал об этом клип что венчал именно легионеров не легионеров с какими-то там куртизанками да или там дамами сердца как у рыцари не легионеры с легионерами были венчаны христианским обрядом чтобы идти в бой так что извиняюсь праздник 14 февраля это прежде всего праздник без оскорблений педерастов это научное слово это не оскорбительное а то у нас же еще можно привлечь за ответственность в теме тут веселую закону в литве понатыкали и чтобы выйти из этого положения римские патрицы приняли такое решение они стали копировать в мраморе красивые статуи обнаженного женского тела греки кстати вот все абсолютно статы делали но и как архитектор просто училась туристику знаю рассказываю потому что вам это школе не объяснят это уже такая специфическая информация так вот древние греки абсолютно все статуи и в парфеноне и везде делали из дерева они не парились там дома до дома дворцы те же храмы делали из мрамора и он парфенон до сих пор стоит правда турки вот дураки взорвали свое время устроили там этот пороховой погреб арсенал вот ну ладно по любому колонна остались стоят кстати рекомендую ребят кто не был в греции в афинах ну на самом деле одно из чудес свет после пирамид обязательно съездите в греции посмотрите парфенон вот акрополь не акрополис что у нас а акрополь настоящий в честь чего и назвали собственно говоря акрополь вильнюсе так вот приняли решение копировать именно деревянные статуи греков в мраморе потому что недаром империю называли великим рейхом потому у гитлера был третий рейх до этого был 2 римская империя это был первый рейх и кстати к слову у меня так это скачем по этим по памяти там скок-скок по всем так сказать интересным вещам вот этот вот знаменитый фашистский знак это так приветствовали друг другу римские легионеры но опять же я думаю мало кто знает об этом и собственно говоря гитлер когда копировал амуницию очень много было взято именно от я да я как-то не подготовился уже кончается у меня заряд на телефоне осталось на минут пять я сейчас закончу эту мысль наверное прекращу трансляцию чтобы ну сохранить ее потому что если телефон отрубится трансляция не сохранится потом я ее на ютюбе выложу так вот именно была сделана вот копия для того чтобы это оставить на века и чтобы на этих мраморных копиях значит ну возбуждать и так сказать этих патрициев чтобы они полюбили красоту именно женского тела и все вот эти знаменитые статуи венеры там афродиты милоска это все было сохранено благодаря именно римлянам по идее благодаря гомосексуалистам потому что если бы их не было ребята мы вот эти все самые известные статуи бы никогда бы не увидели они бы нас просто не дошли потому что дерево гниет быстро и от оригиналов греческих ничего не осталось и где-то в пожарах сожглись там где-то там арабы печки ими топили свое время вот и все мрамор чё мрамор и мрамор там только если руки оторвать да как помните знаменитый фильме там кто бабе руки оторвал при захвате в санкт-петербурге зимнего дворца так ну вот просто порнографии тогда не было да в нашем понимании там ни фильмов ни фотографии снимать не могли но вот эти обнаженные тела красивых женщин для того времени было как сейчас вот порнографические фильмы и открытки ну я сегодня лекцию как бы эту прочитаю какие вырина из док да согласен кокс файнас мопсос ребят ну да это все по собакам я за россии так ребята все пошла пошла тем я не хочу вообще этой темы касаться россии украинцы какая разница говорил говорил и повторял что мы все братья это по дуре одного человека вот началась эта бойня кровавая которая неизвестно чем еще кончится и собственно говоря по мне вот честно мне как-то тут друзья тоже спрашивали там а ты чтобы сделал на месте путина там все я бы ученый сделал я объясню что бы сделал если это все по его словам начали америкосы до втянули украину вот в этот вот в это состояние которое есть что угроза там нацистских ракет и прочее лично я бы создал аналогичную угрозу как сделал свое время хрущев то есть разместил ракета бы подобного класса в той же самой венесуэле например да договорился бы восстановил отношения с кубой потому что куба сейчас опять на напряге опять блокаду вели потом к нам очень ну красивыми питают дружесть отношению сальвадор тот же сам никарагу поверьте американцев в мире далеко не все любят и я просто путешествовал по латинской америке вот и недавно скорее бы вернулся и до этого в кустарике был в мексике американцев всех считают гринго что они оккупанты реально как отношение к русским здесь вот восточной европе ко многом то же самое к американцам потому что они подмяли под себя всю южную америка и центральную америка и поверьте там особой любви к ним никто не испытывает и я бы попробовал сделать так же сам и вот тогда уже был бы разговор на 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 равных как свое время во время карибского кризиса договорились американцы убрали с турции эти ракеты не помню как они назывались но суть не в этом помните там два по моему они разместили вот русские брали свои и и все и конфликт был исчерпан то же самое сделал бы я не надо было убивать никаких этих солдат молодых сейчас гражданских кучу меня знакомый есть на украине нет я с ними периодически таска списываю созваниваюсь но катастрофы кое-как ты уже убежал или по дороге вот румынию люди с харькова уходит кто-то остался там в киеве знакомый тоже но не знаю чем это дело кончится сейчас если его окружат окончательно и конечно это беда страшная беда которая поверьте ударить нам по всем уже ударила и когда это все закончится никто не знает того что начать войну очень легко а вот закончите и завершить поверьте ребята всегда бывает очень трудно так ну все на этой оптимистической ноте мы прекращаем сегодняшнюю трансляцию так ладно так игорь будет ли война в литве но я надеюсь есть надеюсь что в литве она не будет потому что литва по-любому это член нато и у путина хватит мозгов не нападать на член альянса потому что но это все это же треть мировая треть мировая соответственно ядерная война там победители уж точно не будет и я всегда интересовался вооружением и именно и ядерному вооружению поверьте могу тут не одну лекцию вам прочитать и про истории по противоракетному вооружении про снв-1 снв-2 и как бы я всегда этими вещами очень интересовался и зная одно что даже сейчас при существующем уровне зарядов насколько я помню так на память у американцев в 1250 по моему русских 1320 русский даже перевес небольшой но это вполне достаточно чтобы уничтожить вообще все живое что есть если мочить по городам радиации все кирдык там ну австралия может там останется частично до этого было там по 12 тысяч зарядов с каждой стороны это вообще кошмар то есть в принципе сократили почти в 10 раз но это это с большим с большим так сказать запасом оставили если это все использовать не литва не никакая страна не выживет а если кто-то останется там как чили там парагвай какой-нибудь или там аргентина где как бы особых целей нету то начнется ядерная зима соответственно ультрафиолет этот озоновый слой сожжется от ядерных взрывов и будет просто конец жизни на земле в том виде в котором его знает останутся там тараканы останутся какие-то насекомые останутся ну кто-то из млекопитающих может быть выживет будет мутанта радиоактивный но даже страшно подумать то что будет конец цивилизации вот нынешний это однозначно это однозначно в лучшем случае опять вернется какому-нибудь свою торговладельческому или там феодальном устрою так что не смартфонов не тик тока ребята ничего не будет ну все на это оптимистической ноте да все-таки я прекращаю сегодняшний эфир с все ребят не болейте надеюсь все-таки побыстрее вся эта бойня закончится и не распространиться на соседние страны и не дай бог тебе тем более на весь мир потому что одно я понял что у этого человека мозгов нету царёк вот реально царёк который не думает вообще ни о чем только о своих интересах но это мое мнение так все adios выключая трансляцию